Вот, итак, уменьшение изображения, то есть масштабирование. Заметьте, я даже написала уменьшение изображения, да. Что мы делаем? Ну, прежде всего, открываем изображение в редакторе любым способом, который вам там нравится, вот из всех предложенных трех. Открыли в редакторе, дальше посмотрите, под цифрой 0 с правой стороны написано исходный размер и вот размер изображения. Я специально взяла картинку в виде слайда, это слайд, да, то есть смотрите, она прямоугольная, она длинная и невысокая. Ну, вот, допустим, предположим, что я загрузила такую картинку, естественно, такую картинку в статью не очень красиво вставлять, да, она много пустого места и не очень будет все это красиво. Поэтому, прежде всего, я ее масштабирую, то есть уменьшаю. Чуть ниже, под цифркой 1, есть два поля, смотрите, 900 и 307. Прописывайте какую-то одну цифру, потому что масштабирование происходит пропорционально. Допустим, вы прописываете ширину, то есть первое поле это ширина, высота выстроится автоматически. Либо вы пишете высоту, тогда ширина выстроится тоже, подставится цифра автоматически. То есть пропорциональное уменьшение картинки, в зависимости от того, какую вы пропишете размер, либо ширину, либо высоту. Дальше, под цифрой 2, посмотрите, внизу у нас, мы еще подробно об этом поговорим, такой блок настройки миниатюры. Когда вы масштабируете, и, допустим, вам это изображение нужно для записи, просто записи, выбирайте все размеры, кроме миниатюры. Либо первую опцию, все размеры. Про миниатюру мы поговорим вообще отдельно, да? То есть, либо вы выбираете все размеры, тогда для всех картинок, в том числе для миниатюры, картинка вот эта будет меньше. Либо все размеры, кроме миниатюры. Итак, идем дальше. А, ну да, и под цифрой 3 нажимаем после этого масштабировать, да, на кнопку масштабировать. После того, как вы нажали на кнопку масштабировать, посмотрите, вот сразу же исходный размер отображается другой, да, 900 на 307, то, что я указала в полях. Так, идем дальше.